Всем доброго вечера! Мне кажется, сегодняшний мой день наполнен эфирами, причем самыми разными. Начинали мы вместе с Кареном Кочаляном с города Роздан, потом перебросились в Ереван, встречались сегодня здесь с бизнесменом. И мне кажется, день заканчивать очень такими острыми вопросами, которые касаются культуры, творчества и музыки, было бы правильно. Потому что, собственно, моя стезя, мой океан, это океан, который имеет прямое отношение к культуре. И тем паче, что сегодня у нас вот такие очень базовые собеседники, это профессор консерватории Перумян Нелли Суреновна и доцент консерватории, вокалистка, классическая певица Мария Кочарян, с которыми я сегодня буду беседовать. Кстати, у меня будет очень много серьезных и почему бы даже нет провокационных вопросов, потому что в последнее время мы столько много читаем о Ереване, обо всем, что происходит в Ереване. Но, конечно, с вами я бы хотел начать говорить о консерватории. Но прежде нейтральный вопрос, откуда столько сладостей и кто это все вообще печет, потому что до начала эфира я пробовал одно за другим. И кто это все испекал. Это испекла наша, моя любимая невестка, она как моя сестра, супруга моего родного брата. К сожалению, они сегодня не смогут присутствовать. Они тоже хотели с вами встретиться, но и получилось, они очень уставшие, и просили передать привет. И вот она нам все это испекла. И, ну, как бы она сейчас присутствует вот здесь, Аннушка наша, так что ей спасибо отдельно за все это. Очень вкусная гота. Как моя сестра, да, будущее. Спасибо большое, заранее говорим. Ну, давайте все-таки начнем говорить о консерватории, потому что буквально несколько дней тому назад я делал интервью с исполняющей обязанности ректора Ереванской консерватории имени Комитаса Соной Ованисян. У нас была достаточно такая плодотворная беседа. И, тем не менее, сейчас я хотел бы уже от вас услышать, какой вы видите консерваторию сейчас. Но, конечно, понятно, что консерватория на перепуте. Хотя, как можно говорить о том, что она на перепуте, если там продолжают работать в большинстве своем те люди, которые работали и при бывших властях, и при бывшей системе, которая, будем говорить честно, по-моему, искалечила всю консерваторию вдоль и поперек. Возможно, я преувеличиваю. Давайте пусть начнет говорить Нелли Суленовна. Вы, как, скажем так, мудрец за этим столом, имеете право первой начать отвечать. Спасибо. Что вам сказать? Вы знаете, я, конечно, ветеран консерватории. Преподаю давно. Имею очень много выпусков. Много приятного сделала, по-моему, на консерватории. Мы находимся сейчас не в самом лучшем положении. Да, вы правильно сказали. Мы на перепуте. Это перепуте очень долго будет продолжаться. Это все не так просто. Сломать старую систему, построить новую. Чтобы нам не мешали. Чтобы все было бы правильно. Это все очень сложно. Я слышала ваше интервью с нашим новым ректором, уважаемой Суна Оманасян. Вы знаете, у меня очень было приятное впечатление от этого интервью. Я почему-то поверила, что все действительно, как она говорила, можно изменить. Только все нужно делать правильно, по-доброму. Но, не всегда это проходит, нужно делать, но вряд ли не придется что-то ломать, что-то менять. Потому что слишком все спустилось до, даже не знаю до чего. Культура пропадает полностью. Пока, я считаю, у нас ничего интересного нет. Все, что у нас было, у нас сейчас все за рубежом, вы понимаете? У нас утечка, утечка кадров, утечка молодых мозгов. Лично я, мои студенты за рубежом. Почему? Потому что у них нет здесь работы. Потому что здесь мало платят. Потому что они бегут все на запад. Их принимают с распространенными объятиями. Они в Германии, они в Англии, они в Америке. А мы что? Значит, мы остаемся с пустыми карманами, с пустыми руками. Вы понимаете, очень тяжело все это переживать. Отпускаешь их, и они не возвращаются, потому что никто их не зовет, никому они не нужны. А там пользуются огромным успехом. И вот сейчас, сейчас и до сих пор утечка, бесконечная утечка. Все смотрят только на запад. Никому не хочется быть патриотом. В итоге получается, что патриоты только мы, которые не можем уехать. В силу возраста, в силу того, что у нас есть свои другие проблемы. Вы понимаете, нас не уважают. Просто не уважают. Правительству мы, видимо, не нужны. У меня такое впечатление. Когда я хочу поднять вопрос о том, почему нет учеников, мне отвечают, а к вам не идут, к вам должны идти. Я не поняла, как они должны ко мне идти, если я профессор консерватории с 50-летним стажем. Да, правильно, мне пора быть на пенсии. Я с удовольствием покину консерваторию, если я буду знать, на кого я ее оставляю. Мне так хочется, чтобы кто-то, как говорится, взял бы флаг мой, грубо говоря, поднял бы его на высоту и понес бы. Я с удовольствием. Вы знаете, без оговорок. Я сегодня могу покинуть консерваторию. Пожалуйста. Ну, у меня есть еще задачи, которые я хочу выполнить. И вот таким образом покинуть эту консерваторию. Но что будет потом? Я не знаю. Ну, я еще... Не потому, что я такая незаменимая. Нет, не потому. А потому, что мне бы очень хотелось бы, чтобы все-таки что-то изменилось бы вообще. Вообще. Не только в консерватории, а вот в отношении к консерватории. Мне очень важно. У нас, вот знаете, в прошлом у нас были такие президенты, как Демерчан. Карель Демерчан. Я не могу его не вспомнить, потому что тогда у нас был расцвет оперной культуры, музыки. У нас были прекрасные преподаватели, замечательная работа велась. У нас были очень хорошие показатели. Я не хочу никого ахайвать. Я не хочу никого ругать. Я хочу, чтобы произошло бы возрождение. Я хочу, потому что народ талантливый, народ очень музыкальный. Но они все за рубежом. Хорошо, Мария, что вы добавите к этому? Ну, вообще, я хочу представиться еще раз. Я доцент Ириванской государственной консерватории имени Кумитаса. Певица, которая на протяжении лет спела очень много концертов в Армении, посвятила их своей любимой стране. Пела я за рубежом, и в Америке, и в России. У меня было очень много выступлений. Но хочу сказать, начну со своей исполнительской деятельности. Дело в том, что проблема сегодняшних наших творческих работников, певцов, артистов в том, что, во-первых, это все не оплачивается. Грубо говоря, даю я сольный концерт. Вы знаете, как? Спеть сольный концерт, это не потому, что я сейчас себя хваляю, потому что это правда, это очень, это тяжкий труд. Это подтвердят только те, кто это испытал. Петь два отделения сольной музыки, серьезной классической музыки, это очень сложно. Но это абсолютно не поощряется здесь. То есть ты сам же платишь за зал, ты даешь огромную сумму, ты берешь зал, ты оплачиваешь все абсолютно сам. То есть вместо того, чтобы тебе платили, оплачиваешь все, что ты фаэт, мы очень многих просто не в состоянии этого сделать. Те, кто может, те, кто в состоянии, те, кто именно действительно обладает этими вокальными данными навыками, они просто не в состоянии платить это все. Поэтому очень многие отсюда уезжают. И реализуют себя в других странах. Понимаете, вот очень много прекрасных наших певцов, вокалистов, музыкантов отсюда уехали, потому что они просто не могут себя найти, как-то применить. Они абсолютно не нужны Армении, я так понимаю, на сегодняшний день. А когда я задавала пару раз вопрос, когда я шла брать зал в том камерной музыке, где я люблю выступать, и много очень спела концертов, и когда я обращалась к директору, он мне в наглую отвечал, «Ашма, эт цеспэтка, эт цепэткчи?» Это мне, это нужно вам, Якукак, а что, на моей стороне не нужно, что я с моим прекраснейшим, потрясающим маэстро Арменом Агадьяняном, который долгие годы, мы уже 20 лет с ним на сцене вместе, и мы, в принципе, спели очень много красивой музыки, и очень много у нас замечательных программ, и когда мы спрашиваем, «Ну хорошо, почему мы должны сами это все оплачивать?» Он говорит, «Потому что это нужно вам, и мне». Понимаете, это все в прошлом, я вам говорю, то, что было. Этот человек сейчас уже не у власти. Но дело в том, что, понимаете, вот получать вот так вот все время, то есть нет никакой обдачи, то есть тебе абсолютно никто спасибо за это ничего не говорит, ты просто понимаешь, что здесь это не нужно, и просто постепенно как-то уходишь в тень. Что касается всего остального, что касается моей работы, вот понимаете как, вот эта вот фраза, которая сейчас витает в консерватории, «А к вам не идут, а у вас нету?» А кто задавался вопросом, «Почему не идут, и почему нету?» А потому что был затор, потому что не шли, потому что не знали, что есть хороший педагог, потому что кто-то этому очень сильно мешал. Ну кто-то кто? Ну давайте я не буду называть. Но это имена или это просто какие-то? Нет, это определенные лица, которые долго были у власти, Переванской государственной консерватории. И сейчас наша многоуважаемая Сунау Ван Исян должна все это исправлять, все это поднимать, все эту разрубку. Дай бог, что к ее платила. Если мы нужны, мы останемся. Если нет, мы уйдем. Пускай будут лучше нас. Но по крайней мере, насколько это возможно, мы постараемся быть ей полезными, потому что в принципе все эти годы очень много людей, которые нас закончили, вышли от нас и могут подтвердить, что мы не самые плохие специалисты, и плюс ко всему до сих пор они продолжают наше дело и высоко очень несут нашу, они очень высоко несут знамя и нашего класса, и продолжают петь и в Германии, и в Лондоне, и в Польше, и в Белоруссии, и в других странах. К сожалению, они уехали тоже все уехали, только и в Америке, потому что просто, просто потому что там лучше живется и там лучше поется. К сожалению, это так. Ну, конечно, у нас и в нашей Ереванской государственной опере есть наши выпускники, которые сейчас держат спектакль. Так что, ну что сказать, если всего этого мало, мы можем уйти. Но я думаю, что мы еще в Ереванской государственной консерватории нужны на сегодняшний день, потому что все, что происходило все эти, ну, может быть, 10 лет, это была абсолютно неправильная информация, это была абсолютно неправильная подача информации. К вам не идут. Знаете, надо разобраться, кому идут, кому не идут. И, конечно же, в первую очередь, я двумя руками за, что нужна аттестация. А, кстати, сколько человек нас смотрит? Примерно 80, да, в прямом эфире? Да, 100, да. Я хочу сказать, что сегодня мы будем обсуждать очень важные вопросы, поэтому присоединяйтесь, задавайте вопросы. О чем идет речь? Мы говорили с исполняющим обязанности ректора Ереванской консерватории, она была абсолютно искренняя, если честно, я получил большое наслаждение и очень рад, что вы обе тоже говорите добрые слова в адрес исполняющего обязанности ректора. Кстати, вот сейчас вопрос задает подписчица, а не кажется ли вам, что очень много педагогов в консерватории? Я как раз об этом хотел сейчас продолжить говорить, и чтобы подписчики понимали, которые не в Ереване, мы говорили с Соной Иванисианом о том, что в Ереванской консерватории есть педагоги, которые получают 5 или 7 тысяч драмов. Кстати говоря, вот, Мария получает 7 тысяч драмов в месяц. Да, я очень горжусь этой Соной. 7 тысяч драмов, это тысячу российских рублей или 15 американских долларов в месяц. Но это происходит потому, что у данных педагогов, в частности, вот у Марии, всего лишь один ученик. И мы здесь задаем вопрос, может ли Ереванская консерватория, у которой, а реально, Ереванская консерватория, мы можем вот, посмотрите, послушайте, мы можем действительно, да, вот то, что вы говорили, это очень искренне, это очень честно. Очень честно. Но мы должны понимать, есть с одной стороны переживания каждого отдельно взятого деятеля культуры, преподавателя, певицы, в том числе таких уважаемых, как вы говорили, абсолютно искренне. А есть государственное мышление и требования Министерства образования, государственные машины, которые говорят, ребята, Ереванская консерватория была раздута во время бывших властей, во время сержанцев Кисяна была раздута все подряд, лишь бы было много чиновников, которые бы защищали власть. Ереванская консерватория то же самое с ней произошло, то есть преподавателей там больше, чем нужно и к огромному сожалению, кстати, об этом говорила Сона Иванистян тоже, что учеников стало намного меньше, чем их было раньше, и я думаю, что вы с этим тоже не будете спорить. Какой у вас выход? Что вы предлагаете в этом случае? То есть предлагайте что, чтобы не было бы это противоречием? Первое что? Аттестация. Аттестация. Надо заново перепроверить педагогов. Понимаете? Надо понять, кто как работает по-настоящему. Надо делать открытые уроки, и я приветствую это, потому что Сона Иванистян сейчас как раз призывает всех и уже проводит ряд мастер-классов. Я вижу это, и мы тоже собираемся это сделать, потому что, понимаете, а как? Товар лицом, грубо говоря, надо показать свою работу. Да, действительно, штаты невероятно раздуты, и я никого не хочу обижать. И, кстати говоря, может быть, это и меня касается, потому что, может быть, для кого-то я. Это еще на собой касается. я повторяю, я тоже могу, я могу в любой момент уйти, дело не в этом, если я не нужна. Но пускай так думает каждый, пускай он тоже так думает, потому что, вы понимаете, как они попали в Ереванскую государственную консертуру, непонятно вообще. Кто их, как это получилось, люди, которые, ну, в общем, пускай они покажут свою работу. Еще одно несоответствие я хочу отметить. Вы понимаете, оплата очень высокая. Плата, вот, за проучение. Огромные деньги дают педагоги, студенты, учатся, а педагогам лень заранаться, потому что ничего они не получают. Миллион, один миллион, никаких денег, зарплаты нет, как таковой нет. Даже, предположим, 40 тысяч, 45 тысяч получает профессор. Это нормально? Нет, это не нормально. Вот, следующий вопрос будет, я задаю его Нелли Суреновне. Да, пожалуйста. Я не хочу, чтобы Мария отвечала на следующий вопрос. Именно Нелли Суреновна. Вопрос следующий. Вот, во всех учреждениях, в том числе в культурных, из-за сокращений какие-то люди, скажем так, теряют работу. И, чего греха таить, наш армянский характер подразумевает высокую степень эмоциональности. Эти люди становятся озлобленными. Вместе со своими родственниками говорят, что все несправедливо, новое назначение отвратительное, новые решения, новые власти очень плохие. вы как человек, который проработал 50 лет консерватории и поведал очень много в том числе наших творческих, эмоциональных, вы согласны, что это действительно есть в нас и это плохо? Что действительно в нас? Вот эти обиды, которые на самом деле может быть не соответствуют действительности, то есть в результате сокращения большое количество людей, которые начинают истерить, кричать. Я просто сейчас не хочу переходить к вопросу. Далеко не будем уходить. История с Ереванской оперой, где деятели культуры показали высокие степени истерии, как бы, при этом это люди, которые считаются лучшими певцами, артистами оперы. Вот вы считаете это плохо или это естественно для деятелей культуры? Когда их увольняют или их пытаются, как они думают, приезжать к стенке и они начинают кричать, топать ногами и поднимать шум. Ну вот вы сами сказали, что люди музыки, люди искусства, они эмоциональные. Каждый по-разному понимает свои возможности и каждый по-разному себя оценивает. Ну есть люди, которые, понимаете, ну средние, как говорится, организации, средних вокальных возможностей. Они корчат из себя что-то особенное, они требуют к себе особого внимания, они требуют, чтобы его... Это все, конечно, ерунда. Это ерунда. Поэтому, мне кажется, всегда и в консерватории, и в опере должен быть совет определенный из профессионалов, которые придерживаются честных правил. Совет старейшин. это просто необходимо, вы понимаете, для того, чтобы человек мог понимать, что он делает, как он делает, и чтобы кто-то мог его разумить. Надо не настраиваться плохо, надо стремиться к тому, что говорит наша дорогая Суна, уважаемая, да, по-доброму относиться ко всему этому. Но когда, вы знаете, вот когда человек достойный, а его не уважают, это очень... Норайр Маркарян спрашивает, судя по всему, он выслушал, когда вы говорили о том, что профессора получают вот такие низкие суммы, соответственно, они не обеспечены. Почему бы не создать фонд помощи работникам культуры, спрашивает Норайр. Честно говоря, не знаю, Ереван, с одной стороны, кажется, что здесь живет один миллион человек, с другой стороны, это маленький город. Может ли быть вообще такой фонд, и насколько это долгосрочно? Она вчера говорила про фонд, как раз она и хочет создать фонд. Это тоже очень приятно было вчера услышать, она как раз говорила о том, что от химина драмы она хочет какой-то фонд создать. Я думаю, что этот человек действительно пытается исправить ситуацию. И я должна сказать, что, в общем-то, вообще, вы знаете, на самом деле, все, что мы говорим, мы говорим уже о наболевшем, то, что все это было, все это время. Сейчас вот я чувствую за этим месяц, и не потому, что я сейчас пытаюсь какие-то дифирамбы петь, нет, просто реально, сейчас заходишь в консерваторию, ты чувствуешь какую-то новую, абсолютно новую какую-то атмосферу. Во-первых, по-другому все стали себя как-то вести, как-то заходишь, ты все улыбаешься, это совершенно другая ситуация. У нас сейчас, слава богу, очень хорошая заведующая кафедра, Геремия Гаяне, которая тоже старается исправить ситуацию, поддержать педагогов. Она очень тепло к нам относится и вообще очень ценит профессоров на кафедре. Я очень рада, что этот человек сейчас возглавляет кафедру. Она сама замечательная певица, очень много хороших кадров. И я думаю, что дай бог, чтобы вот так вот и продолжалось, вот на этой волне. Но что касается фонда, да, действительно, я думаю, что какую-то поддержку все-таки необходимо оказать нашим профессорам, потому что на самом деле блистательные мастера. Это Вилли Саркисян, это Меде Абрамян, это Роза Танвилиан, это люди, которые действительно, они просто золотой фонд, понимаете? Это люди, которые действительно, они просто украсили своим творчеством и своим профессионализмом наше музыкальное искусство Армении. Поэтому, конечно же, их нужно поддерживать, их нужно лелеять и беречь. И я думаю, что нашему новому ректору это удастся. С нами или без нас? Это не имеет значения. Это не имеет значения, поверьте. Нужны, я повторяю, мы останемся, не нужны. мы пойдем другим путем, мы уйдем, мы найдем себя в другом чем-то. Но я хочу сказать, я все равно, я просто желаю и Ливанской государственной консерватории, Alma Mater музыкального искусства, я желаю просто возродиться из пепла. Я надеюсь, что это будет. Арно Монасарян пишет, очень приятно видеть своего педагога, она дала мне путевку в жизнь. Спасибо ей, жаль, что у вас такие проблемы. Но, когда он говорит подписчик у вас, это означает не у вас, а вообще у всей консерватории. По-моему, у всего общества, давайте будем говорить честно. Есть сейчас проблемы. Я уже говорил, что я буду задавать в том числе провокационные вопросы, но консерватория, музыка, все это имеет самое прямое отношение, это часть культуры, а за культуру кто у нас отвечает в Армении? Министры культуры. Мы сейчас не будем говорить о министрах и исполняющих обязанностей в последний год, мы попозже о них поговорим, но ранее у нас 10 лет культуры заправляла Гасмик Пугусян, далее Армен Амирян. И вот я задаю следующий вопрос. Вы считаете, что, вот сейчас я буду перечислять 4 варианта, какой у нас был, какие у нас были министры культуры? Это были министры по мероприятиям, то есть это были министры мероприятий, это были министры тени бывшей первой леди или вообще власти, это были министры Самадуры или четвертый вариант ваш? Кто начал? Очень трудно ответить на этот вопрос, честно говоря, потому что Самадурова это хорошо сказали, просто это были, по-моему, люди, никакого отношения не имеющие к искусству. Пречис. Это были не музыканты. Мне кажется, в моем понимании, это случайные люди. То есть, вы считаете, что случайные люди были министрами культуры Армении на последние 10-15 лет? 15 лет нет. 10 лет была Гасмик Погусян, еще несколько лет Армен Амирян. Почти 15. Нет, Амирян, я не могу сказать, потому что Амирян имел отношения в культуре и принимал участие в искусстве нашей Армении. А вот, что касается Погусян, извините, я не скажу. В общем, хвалебных вот не будет ее адрес. Хорошо, спасибо за честность. Не будет. Не будет. я, кстати говоря, ни одного человека не встретил в Гереване, который бы хвалил бы. А с них Погусян не смотришь. Мария, а вы что скажете? Я тоже согласна. Я, знаете как, я совершенно не считаю, что надо все время говорить про нашу первую леди, потому что летарь сам тут совершенно причем, я не хочу, а человек действительно сам творческий. Я не могу сказать, что я все равно, давайте мы ее не будем трогать. Это действительно человек совершенно не связан сейчас с нашим разговором. А что касается Погусян Асмик, то это на самом деле если человек вот так вот, мы пришли к такому развалу, то все-таки большую часть все, что было, было связано с ней. Потому что Армен Амирян и не успел ничего делать, он просто пришел и очень быстро ушел. Поэтому Амирян, но я его знаю именно как замечательного телеведущего, как человека, который много лет был на телевидении, я против него ничего не могу сказать. А Асмик, да, видимо у нее там были свои какие-то промахи и проколы. К сожалению, вот так. Мария попросила не трогать определенных лиц из бывшей власти, так мы и сделаем. Но у меня будет встречный вопрос. Нравится ли Марии то, что в последний год супруга премьер-мистр Никола Пашняна и вообще какая-либо дама из власти Армении не вмешивается в культуру? Ей это нравится? Можно я отвечу? Вы знаете, в чем дело? Тут, когда я знакомилась во время вот этих революций, военных выступлений, у меня очень приятное впечатление от супруги Пашняна. Почему? Не знаю. Я в ней проникнула с определенной симпатией. Эта женщина вела себя весьма скромно. Она чувствуется очень неглупой человеком. мне нравится. Не знаю, что-то мне в ней нравится. Скромность леет. Она преобразилась в очень хорошую сторону. Я не беру ни президента, я не премьер-министра, я просто говорю о женщине. Не знаю, меня а знаете, я хочу сказать, что вот я сейчас слушаю, как вы говорите такие очень тонкие, красивые слова о этой женщине, а я хочу вам сказать, что вы тоже очень роскошная женщина, несмотря на то, что вы, скажем так, не молодая девушка, но я возле вас всегда, вот сейчас я даже сижу и думаю, а почему я сейчас на ней в рубашке, не в пиджаке, я вот это говорю без листья. И я сегодня без макияжа. в прошлый раз, когда я вас видел на концерте, тоже думаю, какая действительно красивая, роскошная женщина. Слышите? Да. Учтите. Так что мне приятно это говорить, это правда. И в продолжении темы я хотел бы сейчас спросить у Марии, Мария, а вообще, вот, например, Сонова Ванесян сказала, что нужно очень долго, если надо, несколько месяцев работать всем вместе, чтобы найти какой-то компромисс, найти какое-то решение, да? Абсолютно сократилось. Хорошо, но решение, соответственно, так или иначе будет кого-то сократить, в случае с консерваторией. Я, например, не вижу никаких других решений. Какое может быть решение? Мы же не можем кого-то сократить и устроить на другую работу, да? Как ближе по человеку не кричал и не... Вот. А вы видите какое решение? Я повторяла и повторяла. Для того, чтобы кого-то сократить, это как мультфильм был, для того, чтобы, говорит, продать что-нибудь не нужно, ну, сначала купить что-нибудь не нужно, а у нас денег нет. Это был такой мультфильм. Так вот, мы... Давайте о чем быть, мы все время одно... Дело в том, чтобы сокращать просто так вот раз, взял, Кто должен сделать аттестацию, Мария? Кто должен делать аттестацию? Кто это должен быть, чтобы вы верили в их мнение? Администрация, естественно. Администрация должна утвердить аттестацию, то есть надо провести, предположим, я не знаю, может быть, уже с сентября, потому что уже завершается учебный год, провести аттестацию. Была пару лет назад аттестация по концертмейстерам у нас. Многие очень следили. То же самое, наверное, сейчас делали с педагогами. Честная была аттестация? Нет. Нет. вот здесь я продал, почему я и... Перед другой власти. Почему я акцентирую, что, а кто должен делать аттестацию? Потому что в Ереване практически во всех ситуациях, где есть какие-то конкурсы, комиссии, какие-то аттестации, рано или поздно в конце те, кто слетают, говорят, а там, те, кто аттестировали, те, кто принимали решение, это было опять по знакомству, опять все было не объективно. Есть ли такое дело? Давайте честно. Давайте честно. А теперь давайте к слову, я хочу пару слов сказать еще о другом. Я буду говорить о педагогическом институте, где несколько лет назад тоже состоялся конкурс. И я это не забыла. Это был конкурс на свое место, то есть переизбирание. И вот там произошли ряд попивающих событий. И я одна из пострадавших. Это была совершенно не объективная борьба, где вылетело очень много прекрасных специалистов, в том числе и я. Нас просто сократили, неизвестно за что. Люди потеряли свою работу, им просто не объяснили, почему это произошло. Это педагогический институт. И там происходит тоже проблема. Мне нечего терять, в плане того, что я уже там не работаю много лет. Но ситуация, я не знаю, она исправилась или нет сейчас. Но пять лет назад это было, и это было очень-очень тяжело для нас всех, потому что были прекрасные специалисты, хородирижеры, концертмейстеры, педагоги, которые были на прекрасном счету там, которые верой и правдой, я конкретно там проработала пятенадцать лет и имела огромный там и рейтинг высокий, и у меня были прекрасные выпуски. До сих пор мои студенты меня помнят. Многим я дала путевку в жизнь. Они до сих пор помнят меня, они до сих пор переживают, как случилось. Просто в одночасье взяли и сократили, потому что надо было устроить других людей. Вы понимаете, эта ситуация, вот видите, эти конкурсы, они бывают очень объективны, я хочу сказать. То же самое прошло несколько лет назад и у нас в консерватории с концертмейстерами и так далее. Были проблемы, но сейчас, я надеюсь, все исправится. Сейчас действительно должна быть очень грамотная аттестация. Нужно обязательно проводить открытые уроки. Нужно реально видеть, кто как работает. Вот вы набрали педагогов, а вы видите, как они работают? А могут ли они объяснить студенту, как нужно правильно петь? Элементарно, результат видеть. Вот тогда можно определить, кто должен остаться, а кто должен уйти. И тогда студент сам поймет, куда идти. Потому что это агитация, которая была до этого. Туда идите, а сюда не идите. У одного 30 человек в классе, у другого полтора человека в классе, грубо говоря. Наши профессора остались без учеников. У нас кафедры были в ужасном состоянии. Наша вокальная кафедра, у нас было две вокальных кафедры, слава богу, сейчас объединили. Так вот, наша вокальная кафедра была в ужасном состоянии. Она была просто на нуле. И я это заявляю в эфир. Вот сейчас надо все исправлять. Я повторяю, с нами или без нас дело не в этом. Но мы будем об этом говорить. Мы будем это говорить откровенно и открыто. Потому что если мы сейчас об этом не скажем, ситуация останется прежней. Наш ректор должен знать правду, потому что она пришла, она сейчас должна. Она знает, она все это знает. И она очень переживает. Но это все очень сложно исправлять. Я надеюсь, что мы будем рядом с ней и поможем. вот я хотела бы добавить еще одно. Вот вчера было сказано в этом вашем интервью с нашей уважаемой Виктор Шейн. Дело в том, что она говорит, надо работать, надо работать, надо работать. Правильно, я согласна. Но как работать? Наша работа настолько специфическая, что мы работаем один на один со студентами. У нас индивидуальные занятия. Если нет работы, то есть нет студентов, мы не можем показать свою работу. Если портному не принесли материал, он может сшить платье? И еще одно. Бывает, что портному приносит ситец, получается сарахат. А бывает, приносит бархат, получается вечернее платье. Вот когда попадает вечернее платье, то есть пархат, завкафедра забирает их себе. И набирают, набирают на всякий случай на многолетие. И поэтому уезжая наша уважаемая бывшая завкафедра имела 32 человека. А мы не одного. Ладно. Я просто хотел добавить к сказанному Марии, что, кстати говоря, я уже не первый раз слышу, что в педагогическом такая полезная атмосфера. Вообще в случае коррупции, о которых рассказывают, связанные с педагогическим, это уже не первый раз, что я от вас слышу, но думаю, что мы сейчас не будем продолжать эту тему. А второе насчет все-таки консерватории, так как вы уже там 50 лет, вы-то и как раз должны очень хорошо знать, какое количество оборотней, которые остались при новых властях, остаются, много их или мало, насколько они опасны, потому что, когда мы позавчера сделали интервью сонный ваниссиан, одна из моих подписчиц, а у меня много таких подписчиц, которые, ну, скажем так, не сплетничают, но могут в личку написать все, что они хотят написать, то, что они не хотят в общагах. И мне написали по поводу цунного ваниссиан, что ей придется очень сложно, потому что в консерватории есть оборотни, причем это очень крупные рыбешки, которые могут копать, которые могут пойти на любые подлости, не буду называть ничьи имена, подписчица, который мне написал в мессенджер, это правда, то, что она сказала, или это преувеличено? Это правда? Или как вы думаете? Давайте... Я вас прошу. Вы знаете, я с ОБР не общалась, я их не знаю, мне они не мешали никогда. У меня было одно, так сказать, направление, мне нужно было работать и показывать нормальную работу. Я работала, пока у меня было с чем работать, а как работают. А дальше, по-моему, нет, по-моему, сейчас в некотором роде, так сказать, оборотней стало меньше. Хорошо. Когда они рассыпались в разные стороны, а кое-кто ушел под, так сказать, под поле, пока замер, и поэтому трудно его обнаружить. Я тогда конкретизирую тот же самый вопрос, по-другому мы его раскроем. Тогда будем говорить не о оборотнях, а будем говорить о том, что при бывших властях были люди, в том числе, деятели культуры, которые занимали те или иные послы, получали деньги из бюджета, были яркими личностями, и часть этих людей при новых властях опять проникает, или же их власть остается в этих учреждениях. Поэтому я задаю вопрос, может ли, скажем так, в той же консерватории, опере, или неважно, другом заведении навестись порядок, если в большинстве там в том числе остаются люди, которые работали при старой власти по старым правилам, которые им очень нравились, потому что там было много хрустящих купюр, вообще это возможно? Вы знаете, мне кажется, сейчас в некотором роде произошла небольшая очистка, все-таки оборотней стало меньше, во всяком случае, у нас консерватории, кто-то ушел, кто-то встряхался, кто-то притих, я думаю, что сейчас не должно это вредить. Пусть сонар работает вот как она наметила свой, она сняла одного, убрала другого, что-то поправила, что-то привела в порядок. Я только приветствую это. И не потому, что, поймите меня правильно, мне уже под существом ничего не нужно. Я уже имею определенные погоны, как говорится. Согласен. Я имею 43 выпуска. И все они при деле. Они все работают. У меня солисты оперы, у меня, я вам объясняла, есть у меня. Педагоги прекрасные есть. Школа Золян, 4 человека у меня там работают. В Америке у меня 8 окончивших студентов прекрасно себя чувствуют. У меня кругом они есть. Если я зову слет, это будет целый, понимаете, хор колоссальный. Вот, поэтому мне нечего терять абсолютно. Я ничего больше не жду. Я только хочу, чтобы консерватория свежала, расцветала бы, чтобы меньше уезжали бы наши молодые, чтобы они строили свою родину, а не чужую, не понимаете, чтобы они здесь блистали бы, чтобы их ценили бы, чтобы у нас были бы молодые кадры, замечательные, у нас прекрасные голоса. и они опять смотрят на запад, они все в Америку хотят, они все заболели вот этими болезнями. Почему? Мария, скажите, пожалуйста, мы сегодня в самом начале говорили, что культуре, скажем так, недостаточное внимание, консерватории недостаточное внимание, вообще как бы нужно изменить свое отношение к культуре. Вот я хотел спросить у Марии, которая сейчас как раз рассказывала о проблемах педагогическом, вы как-то оправдываете новые власти в том плане, что за год своей работы они сначала хотят все-таки навести порядок с коррупцией, а потом уже заняться культурой. Вот вы оправдываете такое отношение? Это правда. То есть какой культурой должна заниматься та же Наза Неваридян, если большое количество нарушений есть в культурных учреждениях? Как это вообще должно? Это не означает, что я сейчас хвалю Наза Неваридян или буржуук упаси, что все она делает правильно. То есть уникальных и идеальных людей не бывает. Но как может новая власть заниматься культурой, певицами, танцорами, когда на самом деле в этих культурных учреждениях очень себя некультурно ведут многие люди во всем, что касается денежных куклов? Знаете, вы мне задаете вопрос? Да. Вы знаете, я очень уважаю нас в Мехарибян, дело не в этом, просто у меня был один совет. Если уже конкретно мы говорим, предположим, история с Орбеляном, я бы посоветовала начать не с него, потому что как раз Орбелян это действительно наша гордость, это человек, который просто это слава и гордость армянского народа. И поэтому конкретно избавляться от нашего дорогого маэстро это не совсем верный ход. Мне так кажется, если я могу взять на себя эту смелость, это не решать. Очень много зла есть, которую нужно просто убрать. Это все надо почистить. А Орбелян, вы понимаете, как, он на одном посту, или у него сразу две должности, это как раз наименьшее золото. ему это наверное все-таки позволительно, потому что большая величина. И я не побоюсь сказать, у нас были величины, я не сравниваю. Конечно, у нас Гуаргаспарян, у нас Онышчикиджан, у нас потрясающе, у нас были люди от Викса Зандарян, люди, которые действительно украшали нашу культуру. И я считаю, что из более молодого поколения на сегодняшний день у нас Константин Орбелян, это наше достояние. Поэтому, как бы это ни было, вот его мне кажется надо оставить в покое. А что касается всего остального, я двумя руками за, конечно, она за Ни Гуаргаспарян, в первую очередь, она за закон. Понимаете, тот закон, который должен действовать на территории Армении, так же, как это происходит в Европе, во Франции, везде. Понимаете, это нормально, что человек просто следит за законом, она хочет, чтобы все было законно. Но есть какие-то небольшие, понимаете, у нас должны быть все-таки какие-то отступления в правил, в каких-то единичных случаях, когда у нас и так, нация, она, у нас не так много людей, не так много выдающихся на всю изделие. Их надо беречь. Их надо просто беречь. Если конкретно маэстро Орбелян поднял действительно культуру оперного нашего искусства, а действительно опера просто за это время расцвела, она действительно, и главное, что им очень довольны и солисты, все работники, то есть он за это время сделал ряд каких-то гастролей, мероприятий, все это было, понимаете, это правда. Вы опросите всех, посмотрите, как все за него стоят горой. Значит, он устраивает их как руководителя. Значит, не надо. А есть очень много плохого, за которым как раз нужно гоняться и то, что нужно искоренять на счете. Вот это мое мнение. Конечно, с коррупцией нужно бороться. Я повторяю, да, педагогический институт находится сейчас, я не знаю, я давно там, я не знаю, может там тоже все исправилось за это время, не знаю. В тот момент на том этапе это был просто ужас, потому что оттуда слетали просто действительно очень хорошие специалисты и очень много людей пострадало на тот период. Этого не надо было допускать, потому что они тоже несли свою культуру и тоже держали уровень. Нельзя было этого делать. Я хотел бы, чтобы, очень уважаю ваше мнение, очень-очень мне нравятся принципиальные люди, которые такие, своя точка зрения, они как танк идут вперед. Кстати говоря, с такими собеседниками интереснее беседовать, потому что диалог становится более насыщенным. Они болеют. Противно. Вот я хотел бы, чтобы вы все-таки уточнили, вы сказали такую фразу, что таким людям, как Константинов и Галлиан, никто не сомневается, что действительно это наша светлая творческая единица, большая, мировая, каждый имеет право, как хочет называть, но вы сказали, что таким людям все-таки должно быть что-то позволено. И во-вторых, вы сказали, что нужно делать какие-то исключения для таких людей. Да, нужно быть исключением. Да, и я хотел бы, чтобы вы нашим подписчикам рассказали, что же вы позволяете таким людям, чтобы вы просто, чтобы подписчики понимали, то есть, что должно быть позволено таким людям, если они занимают должность директора Ереванской оперы и отвечают за все, что происходит на этом объекте. То есть, они ответственны за поступки всех своих сотрудников, уважаемая Мария. И если эти сотрудники делают какие-то нарушения на протяжении многих лет, и это вредит государственному бюджету, я предполагаю, я просто говорю, что должно быть позволено государственным бюджетом и буквой закона и вообще новым правительством для таких лиц, если можно, уточните, может ли быть позволено, например, финансовые нарушения, или вы имеете в виду, что можно оставить его на трех должностях? Что вы имели в виду? Я думаю, что его просто можно оставить так, как он работал, пусть он продолжает, потому что я думаю, что финансовые нарушения совершенно не были связаны с Орбеляном, это было до него. А Орбелян за это время, наоборот, очень много исправил, он очень много действительно из своих личных, он сам оказывал поддержку и певцам, и музыкантам, и старался им помочь. по крайней мере, и по крайней мере, я думаю, что зло шло не от него, а это было до него. Я лично наступаю в поддержку Орбеляна, хотя, конечно же, закон для всех закон, я ничего, я не смею спорить с властями, с законом, но считаю, что есть люди, которые действительно, они заслуживают того, чтобы сделать им небольшую выступку, и знаете как, нельзя отпускать Орбеляна, нельзя его отпускать из страны, а он уедет, и мы потеряем прекрасного мастера. Дело не в том, сколько должностей занимает человек. Если он справляется, это прекрасно, а если не справляется, надо его убирать. Но на сегодняшний день, я считаю, что Орбеляна, приобрела хорошего хозяина. То есть, он дает возможность раскрыться вокалистам, музыкантам, он их вывозит, он им дает жизнь, вы понимаете, они все как-то стали как-то оживились, они все забегали, начали заниматься, стараются быть хорошими. У нас был полный упадок в Опере. Полный упадок. Согласен. А вот, ну, вот стиль моих бесед, он предполагает все время какие-то шутки от меня, какие-то подколки. И тут такая идет серьезная беседа, что мне нужно сказать две смешные вещи. Во-первых, вот Мария сказала, нельзя отпускать Орбеляна. Я хочу ей ответить, как же можно отпустить того, кто никуда не хочет уезжать. Поэтому, я честно говорю, не знаю, почему некоторые ереванцы так переживают, что сам господин Орбелян никуда не собирается уезжать. Спасибо ему, да это почему. Потому что он чувствует в любовь и поддержку своих коллег. Как только он почувствует, что он действительно его не поддерживает, он и... Да. И... Так, как уехал в свое время Георгиев. Да. Второй... И он теперь. Да, вторая фраза, которая должна тоже успокоить, тоже успокоить, может быть, занимает, даже самоседника во всех подписчиков. Потому что последние месяцы очень много говорилось о том, что в Ереване может исчезнуть восемь роялей, пианин. Хочу сказать, что позавчера Сонова Ванесян мне сказала во время интервью, что в консерватории очень-очень много роялей, очень много. Поэтому, если что, мы у вас заберем восемь роялей и переложим их в другой культурный объект. Это уже вопрос Сона. Все инструменты у нас достаточно. Давайте перейдем опять к серьезным вопросам. На самом деле, без шуток и юмора, на самом деле, было бы очень грустно жить, честно скажу вам. И шутки нам позволяют на самом деле немножко расслабиться. Разбавить нашу голову. Все будет хорошо. Хочу, кстати, заметить, вы сильно не переживаете за деятелей культуры мирового масштаба, потому что, скажем так, силенок у них достаточно, чтобы отстаивать свои интересы. И не такое они видали. Так что, я думаю, что у них все будет хорошо. Но в вопросе культуры вы сами понимаете, что сегодня у нас все относят себя к деятелям культуры. Это и настоящие культурные люди, творческие люди, и люди, которые имеют спонсоров, чего греха таить. В Армении очень много таких людей, у которых есть спонсоры, которые оплачивают им эфиры, оплачивают им сцену. У нас очень много актрис, вот в этом году очень много было разговоров о театрах, что у нас за них аребян сокращают какие-то театры, нельзя трогать театры в театрах, прекрасные артисты, актеры. Я хочу, например, о актерах сказать. Это не так. Потому что часть актеров и актрис сидели на кухне, и мама, у которой есть деньги, сказала, доченька, ну зачем тебе становиться швеей или дояркой, ты же великолепная актриса. И она идет, мы сами знаем, как заканчивает актерское, мы сами с вами знаем, как получают роли и называют себя актрисой. Потом ее хотят сократить, и об этом можно говорить бесконечно долго. Сколько, вот вопрос следующий, сколько процентов деятелей культуры, по-вашему, не являются настоящими деятелями культуры? Давайте просто скажем цитры какие-то, вот как вы считаете? Это касается всех, и пельцовый, актеровый, все, все. Проценты немаленькие, конечно, но вы видите, опять система, система, которая все нарушила, все превратила. То есть немаленькие проценты, а сколько? Вот 20, 30, 40. Потому что сейчас, когда вы мне назовете цифру, сколько процентов ненастоящего, вот как только собеседницы назовут количество ненастоящих деятелей культуры, в тот же момент я задам следующий вопрос. Я очень культурно говорю, 40. 40 процентов ненастоящих людей среди деятелей культуры. Мария, ваша? Я согласна. Тоже 40. То есть, получается, эти 40 процентов абуза для государства? Конечно. Да. Это вредительство. То, что мешает настоящей культуры. Это вредительство. Да. Но, хотя бы, другое. Бывает такая ситуация, не буду сейчас говорить, что и как, бывает ситуация, когда, вы говорите, актер, бывает так, что человек от природы очень одаренный, он чувствует себе эти актерские данные, он идет в театр, он играет там какое-то, его просто выкидывает. Это тоже непонятная ситуация. Знаете, а действительно, я хочу, чтобы вот эти ситуации тоже, знаете, как-то они меньше повторялись, потому что бездарность процветает иногда, а действительно люди, которые чувствуют себе какой-то потенциал, и действительно у них это получается, они почему-то по каким-то непонятным обстоятельствам вдруг оказываются за бортом. Я не буду говорить конкретизировать ситуацию, но были такие ситуации, и мне очень больно. Я бы хотела, чтобы талант действительно чувствовал сцену под ногами, чтобы он был бы востребован, и чтобы с ним не обращались, вот, понимаете, хочется, чтобы Армении все-таки бы, чтобы ценили бы, понимаете, ценили способность талантовых людей, даже, ну, я не знаю, как-то самородки, как-то уже, вот так вот, спонтанно. Вот, и поэтому, честно говоря, вот хотелось бы, чтобы вот этого тоже бы не было, актеры тоже, понимаете, они очень, люди очень такой субстанции, тонкой, можно сказать, организации душевной, и очень трудно, им трудно приходится, потому что, на самом деле, они, когда обретают эту сцену, они потом непонятно, почему с нее слетают, очень хочется, чтобы у них все получилось, био-актеров, музыкантов, и людей, которые действительно заслуживают этого, заслуживают зрительских аплодисментов, хорошего отношения, я мечтаю, чтобы наши талантливые, молодые, талантливые ребята не уезжали бы, не уезжали бы, надо, чтобы они оставались бы на своей родине, и чтобы родина профитала благодаря их присутствия. Ну что, а я хочу попрощаться, потому что нам надо прощаться с нашими подписчиками, со всеми, кто смотрел прямой эфир, до 900 человек в прямом эфире смотрело, нас это очень хорошо, в течение этой беседы задать, и мы должны в городе, мы живем в очень маленьком городе, поэтому многие вопросы в этом маленьком городе все-таки я бы пока не задавал бы. Давайте подождем, может быть, потом сумеем. Просто еще раз пользуюсь случаем, я что хочу еще сказать, совершенно по другому вопросу, просто хочется обратиться в прямой эфир и сказать, во-первых, я желаю процветания нашему армянскому народу и культуре армянской, потому что я надеюсь, что все это возродится, я очень верю в это, я верю и новым властям, и тому, что наша Ереванская консерватория воспрянет и все будет хорошо, а кроме того, хочу сказать, что недавно я совершенно, я, так сказать, тоже сделала для себя, так сказать, шаг, как говорится, имхайля, по-армянски, я сделала шаг такой, я приглашаю всех, а дело в том, что при российском центре науки и культуры в Армении впервые открылась вокальная студия под названием «Берег неба», которой руковожу я, значит, это, естественно, наш руководитель замечательный Сергей Осич Рыбинский, директор центра, и начальник культурного отдела Андроник Роберт Чарльзманян, вот они мне помогли с открытием вокальной студии, студия, которая приглашает всех, кто хочет просто петь, в основном это пропаганда русской музыки, русского языка, советских, наших добрых, старых песен, это все, что связано с Россией, потому что мне хочется, чтобы об этом больше знали бы в армии, так как все-таки Россия наша дружественная страна, и, пожалуйста, тот, кто хочет петь, тот, кто хочет приводить с вашего детей, я думаю, что это будет сделано профессионально, это будет сделано легко, вам понравится, записывайтесь в нашу студию, приходите в Российский Центр.